Воскритлите Богови Когда появилась моя сестра, папа выбрал путь служения в церкви В 88-м году В 1984-м я родилась четыре годика и папа стал как раз-таки настоятельным там одного прихода, потом другого, потом третьего И вот в Минске, как раз-таки я проживаю, несколько храмов он построил в Минске И родился именно из детей И воспитание в православной семье, эта тема, которую мы сегодня заявили, она для меня это и боль, и радость. Я точно неформально что-то буду рассказывать, а буду говорить об области, чего лучше не делать. Я буду стараться спать у вас, чтобы вы сами прочувствовали в своем крестьянском пути. Вот как раз и сегодня я получила диплом об окончании предуповедной академии миссионерских курсов. Вот, милостью Божию, сегодня у меня отец Сергий Тимошенко вручил в Минске как раз к хирургам. Спасибо большое, да. Вот, сама я окончила и психологическое образование. Также я получала у Людмилы Петроновской, может быть, вы знаете, да, я у нее отучилась на специалистов по семейному устройству в области воспитания детей в срок. Вот, как подготовить семью, вот вы слушаете, да, какое образование, к тому, чтобы она приняла ребенку с рота. И вот со мной сегодня дочка моя, мой ребенок сестра, вот, моя Дана, приемная дочка. И я понимаю, что такое выцерковление детей не только родных, но и приемных, да, потому что так довелось. У него, наверное, три года я посещала детский дом и там проводила тренинги на основе христианских ценностей. Вот, Дана стала плодом этих тренингов, мы не смогли расстаться. Да, Дана? Да. Само по себе христианство, оно однозначно требует некоторой нашей сознательности, некоторой нашей взрослости, зрелости. В 90-х годах то, как оно воспринималось, то, что происходило, вот, ну, когда открылись, да, там, я, ну, понимаю, да, я помню, в 90-м году я пошла в школу, но все-таки уже вот в 6 лет у меня на руках был пятый мой брат, которого я воспитывала. Я уже хорошо помню 90-й год, когда я на руках, вот, осваивала Максимку, и, то есть, я не такой ребенок была, который бегала в 6 лет, там, ничего. Я думаю, что вы понимаете, да, что из тех лет у нас уровень осознанности и ответственности было немножко другое, не так, как сейчас у наших детей у нас здесь намного шире у них возможности отдыхать и расслабляться. И я как раз в таком романтическом, с точки зрения воспитания христианства. То есть, вот, у меня была такая, что, вот, я все, как, вот, 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 все напрямую понимала, вот, в буквальном смысле, вот, как ребенок, я настолько, вот, верила, доверяла. Я помню такую молитву свою, вот, точно, 100%, я думала, вот, сейчас я лягу около храма, часть, большую часть жизни я не ходила в садик. До школы я провела рядом с храмом с папой, вот, так вот, как раз в такой привычной атмосфере. Папа там что-то кого-то или отпевает, или венчает, или крестит, а я сижу, ковыряюсь около распятия, да, ну, такая типичная моя история, да, там что-то ступеньку ковыряю, ем какую-то конфетку, что мне бабушка дала. И вот я помню уже спать, и говорю, господи, господи, я так сильно молюсь, вот, я очень не знаю, кого любила, не знаю, и думаю, вот, мне бы волшебную палочку, я добрых дел уже наделала, но вот тут, чтобы она тут лежала. И у меня было большое разочарование, она утром не появилась. Вот, как сейчас, помню, что я считала, что по вере ваше даст вам, то есть, вот, по молитве, раз я верю, то мне точно будет, наверняка. И где-то вот в шести лет я отлично помню разочарование, что я подумала, то ли я не то прошу, то ли мне не слышит тот, у кого я прошу, то есть, что тут не так, почему у меня нет волшебной палочки, то есть. А у меня было полное представление, это очарование, и вот эта вот такая детская вера, она, конечно, будет очаровательна и разочаровательна. Разочаровательна, потому что так же и взрослый человек, зависит от того, когда он есть, знаете, такой период неофитства, да, вот, если, может быть, кто-то из вас подумает, не трубок, кто год с храмом, год, два в храме. Вообще, вот, пришли в храм, год, два, год, два, два, три, четыре года, три, четыре года, три, четыре года, пять, пять, десять лет храме. Так, хорошо, хорошо, не понимаете, да, почему я спрашиваю, потому что это будет немножко другое, да, одно дело очароваться вот этим всех христианствам, И на вот этом очаровании, когда 90-е произошли, да, и у меня было свой, вот свой момент какой-то. На этом очаровании мы немножко иначе передаем эти знания своим детям. Мы не иначе немножко, потому что нам же вот вообще, вот вообще все настолько кажется таким, не знаю, святым, все светится, все. И мы точно знаем, как правильно им, во-первых, никакой апелляции, да, конечно, знаем только мы, как правильно. Потому что вот нам сказали, мы точно уверены. Это очень страшно. Это, ну, большая проблема для ребенка, потому что в таком очаровательном состоянии я проводила исследование в семье, где 5 детей и более крестьянских. И на первом ребенке, конечно, издевательство было в плане крестьянского воспитания. Потому что на первом ребенке проходит, ну, проба всего. Особенно если родители вошли в фазу неодействия, фазу познавания, фазу того, чтобы доверять там беспрекословное слово, там, какому-то совету, да, а разуму нету, разумности нету, мудрого они нету, очищения своих зрелости нету, то вот в этом состоянии мы, конечно, можем наломать дуров очень сильно. Потому что мы еще такие бойкие, в некотором смысле психологическом это и нормально, ну, как бы вот нужно, необходимо так вот урваться туда, не здесь. Но я бы хотела у вас, первый момент, чтобы вы для себя зафиксировали, что, так, проходите, что в зависимости от того, в каком вы сейчас в плане осознанности крестьянской находитесь, на каком этапе, я бы тогда рекомендовала у вас больше или меньше сомневаться в том, что вы будете транслировать своему ребенку или вообще рядом близким, как-то воспитывать, да. Пришла ко мне одна клиентка и говорит, приехали мы в храм, рассказывает историю, приехали мы в храм, ну, со мной поехал там спонсор, да, там один, поехал и вот я прям представляю, как это выглядит, приехали мы в храм, и в общем, вот они хотели только посылать мочи и уехать, но вот, во время того, что я его настояла, что вот так нельзя, что так вот, вот благодаря мне они выстояли и даже крест поцеловали, и вот, и вот она так это говорила гордо, настолько это была уверена в том, что вот как она прекрасно сделала, что у людей заставила буду стоять до креста, и она это повторила так много раз, что я говорю, подожди, может, ты не замечаешься, я тебя просто хочу вернуть, и мне кажется, что ты как будто бы считаешь, что ты понимаешь, что нужно вот этому человеку, да, и ты его еще осуждаешь за то, что он визит, ну, вот у него какая-то не такая вера. И важная вещь, которую говорит Вячеслав Крутский, отец Вячеслав Крутский для меня сейчас является таким предметом, конечно, исследования, изучения, потому что человек, который, мне добилось с ними лично общаться, и человек, который говорит о перезагрузке духовной, и вот важен постулат о том, что нету точного, одинакового, правильного христианского пути, вот именно так правильно, и вот никак по-другому. Путь ко Христу, путь воспитания, путь вот этот, педагогический, так скажем, да, обучающий, он точно не будет одинаковым. И сейчас моя задача не то, чтобы сказать вам вот так, так, так правильно, сейчас моя задача показать вам, что вокруг правильных решений будет, и одно из больших кольц, это будет ваша осознанность. Если вы сегодня вот только впитываете что-то, вы также будете пометить, ну, ну, как-то здесь пятна, да, мы не можем впитать, есть такой опыт отцов, почему мы упираемся на светоотеческие слова, да, почему опыт отцов нам важен, почему? Потому что акции церкви, они своими, они проживали, не в первый, не в первый год прописывали свои книжечки, а писали уже труды, когда это уже было биты-перебиты коленки, уже чего-то не было, как говорится, языком психологическим супервизию проходили, у своих наставников, и потом возникали труды, да, то есть какие-то труды, которые мы сегодня обращаемся, там, или Игнатий Принчин, или Нинок, или Пятбару Братворник, или, не знаю, каких вы читаете, Паисий такой, что вы читаете, может быть, вы что-то скажете мне, какие-то имена, которые для вас, какими вы обращаетесь отцам церкви? То, что вы сказали, то есть, да, к Паисию, да, к Паисию, да, к Паисию, такой близкий нам, да, да, с временем, вот, и заметьте, они тоже не начали учить, то есть вот задача родителя, с одной стороны, да, надо научить этого ребенка, да, но быстрее, он же смог же в общем, что будет вообще? Ну, нужно срочно ему христианство передать, просто, чтобы он, как вот, как оно, как этот, как талисман, от всех этих бед, и тогда он по своей жизни вот так красиво, хоп, и сознал облака, и спасся. Раз так может быть, разве об этом говорит христианство, мы говорим, так, крестоношение, о пути, о сложности, о том, что наш ребенок в любом случае будет с чем-то сталкиваться. И тут второй, первый, это осознанное христианство и понимание, на каком я пути нахожусь, и понимание своего несовершенства понимания, ну, то есть, что я могу не так понимать, это очень важный пункт, вот очень, потому что убежденность, что я прав, это убежденность взрослого, которое может уничтожить ребенка. Видела девочку сатанистку, я, кстати, еще проработала 5 лет в школе, да, ну, в системе образования, и мне довелось, там, не знаю, ну, несколько тысяч детей диагностировать по разным вопросам, в несколько больших школах, в одной школе полтора, там, тысячи, там, в этом, и она с Танинской, все, у нее, значит, все против этого, и оказались родители очень выцерковленные, я не удивилась, я не удивилась. То, что она мне рассказала, то, что с ней делали, это было жестоко, это называется религиозным насилием, надо понимать, что пусть религиозным все-таки у каждого свой, и мы забываем о свободе воли, да, которую нам Господь дает, но у чем-то на ребенке это не считается, да, вот, потому что нам надо его срочно спасти, срочно, срочно ему дать очень важные эти, и причем запретить все-все-все-все-все, а это, конечно, запретный водок сладок, вот, и чем мы больше запрещаем нездоровое, тем больше это тянет, да, прям, душа тянется. Я такую водную сделала, да, я бы хотела, наверное, чтобы просто вот пару слов, каждый сказал, чем вам актуально, вот почему мы в свое время решили потратить сюда, да, чтобы я могла правильно дальше пойти, потому что у меня есть несколько путей, чтобы пару слов сказали, чего вы ждете, это, то, что батюшки, может быть, с вас начну, отец Дмитрий. Чего вам важно было бы услышать, или что интересно просто, можно сказать? Мне интересно понять, что просто, вот, совсем просто, вот, как бы найти общий язык с ребенком, понимая его, и чтобы не ломая его, так донести то, что надо донести взрослому человеку, то есть донести ребенку, быть, вот, истинно христианство. Как это в теплые двери себя вообще. Да, да, совсем без напряга, без натуги, чтобы ребенок это... Чтобы это было естественно, органично и без издевательств, без насилия. Хороший очень вопрос. Ну и туда пойдем, скажешь, что мы хотим. Регат, давайте сюда. Ожидание. Проблема непослушных детей, непослушаемых, и возраст. Возраст? Пять и девять. Пять и девять. Девять мальчиков или девочек? Плохо, тоже не слушаются. Пять и девять. Угу. Я все-таки, и девять. Угу. Хорошо. Спасибо большое. У нашего пятого ребенка. Первого. Первого. Первая дочка, первая, если я на данный момент 16 лет. И вот, как говорите, прошел вперед неофитства, и не было годика. И вот это немножечко как бы затронуло. Много в чем она со мной рассуждала, все ей давало, как бы, ну, как мне кажется, ненавязчиво. На данный момент идет такой период, что папа у нас вообще никак в церкви. И такой момент, что без церкви можно прожить. Бог, он везде. В чем туда повезти? И ваш вопрос тогда, ситуация эта понятна. Вот. Как быть? И дальше воспитываются дети, младшие, перерыв был 9 лет, и вот дальше младшие. Там по годке детки. Вот, младшему самого 3 годика на данный момент. Этих еще вот 5-6 лет. Они где-то вот у дочки есть, сознание 5 лет. Она сама на мальдитру, сама вот где-то осталась. Вот смотрите, вот про детей более-менее уже поняла, про вас я не понимаю. Какие чувства у вас вызывает эта ситуация? Опасения. Странно, что они уйдут от церкви? Да. Они, видя старшую, ее, не участие бабушки. А я стараюсь это не акцентировать, внимание, чтобы младших как-то не затрагивать. То есть младшая по себе, она себе. Раз в год там она где-то, ну, может она великий праздник пойти. Я понимаю, страх, что из-за того, что вот есть первый пример ребенка, что вообще, что будет с христианством и с прозлабимой семьей, да? Что будет вы считаете? С одной стороны, они видят, что можно жить без Бога. В церкви живут, все хорошо, всех все устраивает. С другой стороны, я понимаю, что мы без Бога не дадим. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, у нас вопрос такой агрессии. Десять лет 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 сейчас. И если не надо в школу идти, замечать мальчик. Мы замечательные, прекрасные. Если надо идти в школу, я делать не буду ничего. В школе дружить с коллективом? Обижает его? Он обижается, он обижается, да. Ну, как-то, вы знаете... Ходит на тыкванток какой-нибудь? Он не думает, нет, нам по состоянию здоровья только поплавать сможет. Ходит на плавание? Да, когда мы не болеем ангиной, мы плаваем. Ну, мы плаваем, я понимаю, что когда мы не болеем ангиной, мы плаваем. Особенно корзавирус помог очень для плавцов. У него много энергии, в школу он ходить не ходит, там у него нет выхода. И дома он тоже не знает, если у него нет. Он хочет командовать, все должны ему подчиняться. Если мужчина дома, слушайте меня, вы две женщины. Ну, ваша направленность – это хорошее найти учителя внешнего школы. Ваша бедная вопрос – это хорошая внешняя деятельность. Вот, классная, во всем, там, любые. Потому что наш колледж-трест не сошелся вообще в этой нашей жизни. Вот, в вашем, такая ситуация, я так вас… У меня четверо детей, ничего не согласна, да? У меня два мальчика в бизнесе, в самом деле, 12,5 лет, и дочка 9 лет, и приемный ребенок 17, будет сейчас. Вот, поэтому это вопрос организации неплавного, у меня другого вида спорта. Очень хороший вопрос организации у меня школьной деятельности, кроме всего прочего. Хорошо, рада с моей ловой. Слушай, бабушка, дело в том, что у меня Анютка, она живала со мной здесь, сколько, год в 5, училась в школе. Они сейчас, в данный момент, в этой работе. И вот я по скайпу разговариваю, она мне в воскреску школу здесь закончила. Да. Послушаю, девочка хорошая. Но, в последнее время она закончила университет, она психолога. Так, а сколько ей лет? 26 уже. Да. Вы думаете, она справилась, изменилась в худшую стоп. Ой, это психология-то вообще. Она говорит, бабушка, я знаю, веру в Бог, но... А вас интересует вопрос психологии просто? Ну да, почему она, почему она, понимаете, она очень пострюгла, она молилась. Хорошо, я расскажу немножко про это. Да, она молилась, она выполняла все. В современных тенденциях психологии, как они могут заисковеркать душу и как разговаривать с современным человеком, если вот столкнулась. Мне обидно, просто обидно. Да, на обиду, на обиду, на обиду, на обиду, ввозит. Обиды неконструктивные и неблагополезные чувства. Поэтому с обидой, а вам отдельно работать, как человеку с обидой, а психологии и про с вами разберемся. Сейчас я немножко расскажу, хорошо? Хорошо. Ну, на обиду, на обиду, правда. Вообще следует уже как-то у нас. Инга, моя дорогая. Спасибо, господи. Я, ну, мне просто все интересно. У меня ребенку 13 лет. Она католичка, как получилась. Папа католик. Да. Ну, и вот, конечно, есть разные подростковые. Она на иншул ходит, там, и исповедь первые делала. Она уже сейчас такой же возраст. То есть у нее была первая коммуния, причастие. Она ходила в воскресную школу до лет 8. Приняла вот это вот. А уже с лет 10, ну, не хочет. И в православие тоже не поглядывает? Нет, в православие однозначно. Потому что там очень интересно, это по-другому. Нет, она... Весь свет может пойти, православие поглядеть. У нее такой стержень. У нее повод есть погрутовать. И искать количество посмотреть. И я на нее не настаиваю ничего. Можно предвожить искать. Хочешь посмотреть про Савито? Нет, она была. Все однозначно. Как это? У меня есть своя вера. И я это со священниками тоже обсуждала несколько. В коем случае пусть лучше... Ну и вопрос? У меня вот для общего развития, я знаю, что это точно полезно. Слушай, потому что, конечно, есть вопросы, да. Ну, я думаю, они все будут... Большое. Спасибо. Пей, пожалуйста. Ну, у меня две внучки. Одна учится в балетной академии в Питере. И каждый вечер практически мы с ней ведем беседы. Тоже по скайпу? Ну, бывают разные нюансы. Главное, чтобы отвечать на ее вопросы. Ну, я так считаю, может, неправильно считаю. Спокойно, чтобы... Ну, это вопросы, ее взаимоотношения с кем-то, сплетен, ну, ты как... Или вы философию осуждаете, чтобы понимать, а то у вас... Вот. Она часто посещает Казанский столб, там недалеко, так или не... Вот. Перед каждым экзаменом, перед каждым балетным выступлением. Вот. Ну, всякие бывают моменты. Срывы бывают. Нервные срывы бывают. Да. Она замужем. Как в этих случаях поступать? Я еще... Она замужем? Замужем. Ей 15 лет. А, ей 15 лет? 15 лет. И она там не занимается, трудится. Я думаю, почему я... Устанавливаю такое. Устанавливаю. 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 Спортивная психология вас интересует, да? Спортивная психология и как выжить. Потому что, если говорить о спорте и о психологии спортсменов, она немножко будет другая, не такая, как норма. То есть, если взять вот спортсмена бывшего, да, и его там столько травматики, там столько вот если так вот выпить и посмотреть, у человека искалеченная вообще система мотивации, ну, такая нездоровая. Вот, но она необходима. Вот у священника, допустим, такая же, с точки зрения классической психологии, у священника мотивация нездоровая, да, созависимая. То есть, что он хочет всем помогать, ходит такой. И у спортсмена ему все надо побеждать, все первые места. Но специфика этих людей заключается в том, что это не просто там какая-то специфика, а это важнейшая, это сущностная часть их служения. Вот служение спортсмена, это служение там или на самого себя, или на государство, там, на мир. Служение священника заключается в служении в кресту. Военная служба тоже такая нездоровая. То есть, считается, с точки зрения классической психологии, что это нездоровое, что там, ну, не берегет себя человека. Тут важно, что у него в основе лежит. Для чего он это делает? Чтобы себе, чтобы маме, чтобы государству, чтобы, не знаю, как-то себя реализовать в ее сути, в ее невроза или любого, там, вот, спортивного невроза, в сути, важно понимать, зачем я это делаю. Зачем я это делаю, и тогда ей будет легче. Все время отсылайте, зачем ты это делаешь, внучка. Вот, все время к ней отзывайте, чтобы она понимала, зачем она обсуждала эту тему. Ей это будет помогать. Это экзистенциональный такой вопрос, то есть, в сущности, зачем я это делаю? Ей будет становиться легче. Если она будет находить в себе мотивацию, зачем она это делает. Допустим, чтобы очень красиво, там, знаю, станцевать золушку, там, или еще что-то, там. И тогда ей будет, она будет себе напоминать, потому что если ей сказать отдохни, расслабься, просто эту, как-то, свою растяжку, там, свои многочасовые, там, все тальное, а она, получается, ну, потеряет, ну, средства взойдет, да, и это тоже не в работе. Поэтому, вот, в спорте, да, да, все время говорите, зачем я это делаю, какую-то идею, вот прям горит эта идея, как факт, вот, знаете, как вот, мотивация, она похожа на факт, и я за ним иду, я ей говорю, вот, очень важно ей это, вот, не помогайте ей все время, вот, вы думаете, что человек знает, что он зачем это делает, на самом деле, задавать этот вопрос, это очень хороший вопрос, который просто вот, со стороны надо, чтобы ты это задал. Я себе не могу на него ответить, но если мне зададут, я найду время и отвечу, вот, так что, вот, вы как бабушка, у вас есть такая роль, ну, помогателя. Ваши вопросы так прикрыли, хорошо? Так, спасибо. Пожалуйста. Так, вы, вы, что-то, вы пара? Да, да, у нас внука 14 лет, мальчик. Так. Проблемы в семье, полное непонимание с родителями, но... Проблемы между родителями или только ребенок? Нет, между ребенком, он считает, что мама недолюбленная, не понимает маму, ушел весь с себя, друзей нет, но мама с папой... Играя в компьютерные игры? Да, компьютер заменил все, и, ну, у него не было друзей никогда, он менял ту школу у нас. Какие у него онлайн-неонлайн, стратегия, тактика, стрелялки? У нас там непонятно какие-то игры, там общаясь. Играя в каждой игре есть своя изюминка, что там ищет человек, или он величие ищет, может быть, какие-нибудь герои, или он ищет достигать, или он аккрецию хочет выразить, и тогда это убивалки-убивалки, или это дота какая-нибудь командная, это очень такая игра, сложная интеллектуально. Разобраться во всем его мире. Он покинут, и он туда ушел, вот это как алкоголизм, да, он думает, что алкоголики уходят туда. Просто то, попить алкоголи, да, на самом деле алкоголики в алкоголизме находят, знаете, сколько всего? Я как бывшая на команду все это вам скажу. Это и общение, и туса, и свобода, и меньше тревоги, и куча всего. И то, что он там находит в этих играх, мы уже понимаем, что он там находит хорошего. Надо знать наизусть. Мы уже это знаем. Допустим, он там англоязычный, у него там друзья, свои русоговорящие. Он в команде играет, или он одиночка. И, исходя из этого, тогда можно будет к психологу обращаться только родителям. Вот ко мне можно обратиться только через родителей. Родители не хотят этого понимать. Родители считают, что другим путем нужно воспитывать. Он ходил у нас, мы, я катаричка, муж у меня православный, и девочка точно так же, катаричка православная. И он ходил на занятия, и первые исповеди ходил, все как положено. Нет, не дошел до первой исповеди групп. А сейчас он все бросил, а сейчас он... А сейчас он нигде? А сейчас он нигде. То есть он полностью закрылся в себе. Он не наглый, он такой, ну он весь в себе, и его не трогает свой мир. Но вот вы с ним являетесь, его забираете. Мы пытаемся с ним, но ему хочется быть одному, и разговоры даже были с уицидом у нас. Ну, попробуйте изучать все его игры только без осуждения его. Не так, что типа не бесценивай его игры, а наоборот, ого, у тебя там целый мир, ого. Там не такие игры, нет, там немножечко другое все. Мы уже как бы узнали, но там просто ребенок, мы не знаем, как найти подход, потому что... Да, мы уже психологом, он ходит у нас без родителей, потому что родители считают нужным это все делать. Как его по новому церковицу. И по новому церковицу. Как его по новому церковицу? Да, он сейчас нигде. Ни у католиков, ни у нас. Я же пример не могу подать его привезти в Богославию. Да, 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 да. Минус. У нас три месяца, он на лето проезжает, опять бы сюда поедет. Я скажу вам, я услышала вашу ситуацию, я вас сочувствовала, но я вам расскажу отвечу на этот вопрос. Ну, такой, в общем-то, в сексе я расскажу. Спасибо. Как его по новому церковицу? Вот этот вопрос ясный и непонятный. Хорошо, благодарю. Вы радостные? Ну, сама по себе беседа очень интересная. Даже другой вопрос интересен для меня, например. Но меня, например, интересует такой вопрос, как уберечь ребенка в современном мире, который полон соблазнов, полон всяких развлечений. А ребенок растет. И у меня посещает воскресную школу. Я как-то спокойна немножко, да. Сколько? Один ребенок? Один ребенок 11 лет, да. Девочка. Мальчик. Мальчик, да. И вот общение... А что, футбольная команда 10-11 лет? Он... Намечается, посадим, по количеству. Я говорю, футбольная команда. Про футбольную команду сейчас скажу. И общение с ребятами, которые в воскресной школе, как бы там совсем другое. А когда вот он встречается со своими сверстниками, например, и уезжает у них к друзьям, он приезжает и отмечает какие-то жаргончики какие-то непонятные. То есть, да, понимаете, он ловит слова какие-то там. И говорю, что это вообще? Так модно. То есть, понимаете, ну, и там он, и здесь. То есть, мне хочется вот как-то вот... Чтобы он нравится. Серединка, да. И вот еще воскресная палочка. Ой, вау, вау, палочка волшебная ваша. Вот вы говорите, он тоже ко мне распущен. Говорит, мама, ну почему? Он мне попалит. И говорит, почему? Я же помолился. Почему мы не выиграли? Ну, я ему начинаю объяснять, что нужно еще приложить усилия какие-то для того, чтобы выиграть, да? То есть, молиться... А, про пропасть его позже уже можно ему начинать рассказывать. Потому что, все мне можно, но не все полезно. Мы не полезно выиграть. Он мне не помог. А я молился перед игрой. А я не выиграл. Мы проиграли. Хорошо. У меня такая обида какая-то получается. Вопрос? Ну, хотелось бы как-то вот... Как направить себя? Где ли ты здесь? Там все это соединение? Да, чтобы он мне не жаловался. Действительно, он понимал, что для чего это вот в церковь ходить. Для чего там... Хорошо. А сколько вы лет в храме? Я? Да. Ну, вот так вот уже два года где-то. Хорошо. Замечательно. А вы в этом приходе? В этом приходе, да. Это очень хорошо. Я вас представляю, что вы в этом приходе два года. Нет, не в этом. Мы начинали с храма Рождества Христова. Как бы потом плавно-плавно перешли с этим днем прям в приход, когда приход начался называться. Хорошо. Я бы примерно тогда схему буду прикидывать на этот приход. Что сказать? Как вам быть с вашим отроком? Спасибо. Дочке 16 лет у меня волнует вопрос. Ну, может быть, не по теме общения со сверстниками. Вот у меня сейчас такой период, она приходит, мама, у меня нет друзей. При этом я вижу, что она достаточно активная. Она веселая. Она такая, ну, мне кажется, даже интересная. Ну, я не знаю, может быть, я просто как бы неадекватна. То есть... Вам ребенок очень нравится. Да, мне молодой ребенок. Ну, это достаточно. Я просто... Мы не за счет неадекватны. Мы нормальные. Вам нравится очень ребенок. И при этом она мне приходит, говорит, у меня нет друзей. И вот как ей помочь? Вот что я? Единственное в этой всей ситуации меня радует, что она стала ближе к нам. У нее папа не родной, он с нами очень давно, с восьми лет. Она стала так говорить, с какого возраста, в какой период? Вот буквально в течение года. Значит, кто-то за этим, за этим рада, скорее всего, какие-то события, наверное, какие-то обиды, или, допустим, социальная расстановка, социометрия поменялась. Допустим, что-то произошло, что ее вытеснили из коллектива. Ну, допустим, так, как она ничего была, да, и ходила, и не говорила, нет, друзей. То есть мы-то все одиноки, по сути, да. Каждому из нас может... Немножко добавить, тоже возраст похож, немножко похожая ситуация. У меня дочка, наоборот, бывает, вот, она тоже как бы меня устраивает, все, она там есть, да, выпечка, все, друзей тоже особо нету. Она тогда страдает, и для того, чтобы быть где-то, идти в ногу со сверстниками, она начинает гуглить, что-то искать, какие-то там их жесты, там, манеры, что-то, как будто фильм посмотрели, все смеются, она не в теме. И я спрашиваю, ну, зачем, Даша? Это же, ну, прязная, это, ну, как бы, разве тебе, ну, хотелось бы, чтобы твои дети или братья-сестры были бы в этом? Нет, но мне надо быть... То есть и она потихонечку начинает идти, ну, не то, что начинает... Хорошо, я примерно уже понимаю. Что бы не ушла. Хорошо, это вот одна тема, правда, я ее... Нет, я еще добавлю. Она мне говорит, мама, отключи мне интернет, отключи мне телефон, я не хочу, чтобы тратить свое время, в то время, когда она просто лежит, она не гуляет ни с кем не общаясь, но она не хочет тратить это время на соцсети, какие-то на общение... Нет, какая-то и травля бывает еще. Ну, при этом нет. Она может созвониться с друзьями, к примеру, мама, я хочу сегодня пойти гулять, она созванивается с друзьями и идет гулять, но при этом она как будто бы не чувствует себя там в коллективе, что-то... Тут в основе может быть, с одной стороны, перфекционизм, это вот когда в моем понимании друзей... А вообще, что такое друзья, дружба. Тема дружбы для меня, она очень фундаментальна. То есть я, как моя дочка сейчас поехала в Дубраву, отдохнула и приезжала и говорит, у меня столько друзей. Ну, как бы, вот, понимаешь, моя подружка, да, вот я, мой друг этот, мой этот, этот... Ну, и уехала, и все, неделю прошло, и все, нет друзей. Конечно, это не друзья, это знакомые, это знакомство, да, дружба. На самом деле, я вот это вот, когда... Это тоже такое, знаете, в подростковом периоде начинается самосознание, самосознание, то есть появляется ощущение, как я могу себя самоанализировать. И у меня начинают быть какие-то критерии, у человека начинают появляться критерии, в том числе и к таким важным сферам жизни, как, допустим, дружба. И у меня есть какая-то там, ну, как бы, какое-то представление, да, то есть, вот там, допустим, степень слияния, там, вот мы фирма, подружки, 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 там, или друг, он там, в этот, в этот, да. А кто-то не парится вообще, там, типа, а, давай, здорово, там, всем отдай, там, да, это самое, тут чего приспоскались, там, пошли, все нормально, да. То есть, знаете, разные подходы. Кто-то так поверхностно, ему нормально, кто-то хочет уже глубину. И вот в этом моменте, вот в этом возрасте вырисовывается, ведь мы же разные, да, мы правда дружим по-разному. Этот запрос, он будет у них пожизненный, да, вот тот, кто хочет глубже, тот, кто хочет вот так вот. Есть же такие люди, которые хотят глубинно общаться, я, например, с ним отношусь таким, но мне не нравится поверхностно. Эй, тебе, вайтик, а тебе, а, ну, она, отца, ну, давай, нет, 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 нет. Ну, не мое это, не моя это дружба, я вот такого, ну, как, это же лицемерие называют, на самом деле это не лицемерие, это просто уровень отношений, ну, как бы допустимого для определенного человека. А наши дети, они уже проявляются как личность вот в этом, в своей потребности существа встречаться. И как находить эту дружбу, это подарок Бога, это дар Бога, мы не можем этого спланировать, но мы можем максимально при приходе, вот чем замечательная наша приходская жизнь, что мы можем максимально делать, чтобы у нас были интересные мероприятия или какие-то душевные агапы, да, или еще то, да, то, в чем традиция, я думаю, что отца Дмитрия, да, то есть какие-то вот, ну, я имею в виду, Нина и Дмитрий, я знаю по характеру этих людей, понимаю, что эти организационные точки встречи, когда наши дети могут вот так вот пообщаться, вдруг найти друг друга, да, допустим, они 20 раз встретились, они нашли, но 21-й, они вдруг, у тебя тоже так, и у меня, и они, хоп, и на меки, они, ну, как на очень большое, долгое время, они могут стать друзьями, но тут вот про все боже, ну, мы не можем так приказать, да, вот вы, допустим, кто-нибудь хочет, чтобы у него классно друзья появились, вот специально можно это сделать, ну, можно молиться об этом, вот, кстати, молитва, вот, в данном случае будет очень, очень четкое, господи, я прошу тебе, если мне можно, пошли мне такого друга закадышного, с которым мне будет сердце, мне сердечно хорошо, смотрите, какая сущностная молитва, она же будет, даже с точки зрения психологии, хорошую установку давать, хорошая, если у человека есть такая проблема, то уже можно ему накидать, накидывать вот такие варианты, но и говоря о том, что если будет Богу угодно, понимаете, потому что все-таки надо понимать, что мы не знаем, что нам полезно, мы не знаем, и одиночество, в данном случае, вторая сторона этого ситуации, одиночество, это очень хорошее время, кто сейчас, там, не знаю, одинок, да, может быть, там, без пары, там, да, одиночество, это для чего оно нам дало, для того, чтобы мы разобрались в себе, про себя можем много чего узнать, и про Бога, это время, когда мы можем узнавать своего создателя, и мы можем узнавать про себя, это очень хорошее время, и если оно дано к одиночеству, очень важно относиться к ресурсам, то есть вот забирать его, понимаете, классно, это литература, это можно изучать, это можно психо... ну, правда, очень много всего. Но если мы к одиночеству относимся как, чур меня, чур меня, мне хоть кто-нибудь дайте мне сюда присосить, то это, знаете, созависимость, не кто-то рядом может... Или это, кстати, может быть, если человек не может выдерживать одиночество, это может быть и зависимое поведение, это любые, и компьютеры, и наркотики, и алкоголь, это потребность, чтобы я не справлюсь сам, не на того, и у меня паника, как это я один где там. Поэтому тут у вас уже экзистенциональная такая большая тоже такая программа, вы можете об этом говорить с ней. Вы можете говорить, что, доченька, у тебя сейчас есть время, пока еще не нашлись такие люди в твоей жизни, ты можешь об этом молиться, во-первых, а во-вторых, ты можешь заниматься максимально много, изучая себя. Какие тебе интересы? Чего там и все остальное, понимаете? Вот такой ответ. Так, пойдем дальше. У меня сыну 10 лет, у него агрессия идет к бабушке и к младшей дочке 4 года, у нас семья после развода. И у них большая ревность друг к другу, он провоцирует, они как-то постоянно... После развода он так себя вести и стал, или дорог, он и тоже был? До развода они конфликтовали, но ревности такой сильный не было. А папа, он общается, приезжает папа? Да. Папа говорит, да, с тем, про эту семью, у которой он живет? Да, у нас постоянно драться. Но ребенок, в данном случае, заложник просто установок противоположной позиции родителей. Молиться. Вы не можете заставить другого человека что-то доброе про вас говорить. Но если вы крестьянка, вот и лично вы крестьянка. Если у вас есть крестьянка, вы должны понимать, что вам следовало понять. Максимальное, если вы будете обижаться у него, на отца, от ребенка. И ожидать от него какого-то там... Ну, что он что-то должен, да, любой, даже там деньги, да, что-то должен. Вот взаимоотношения с отцом бывших своих детей. Ну, вот у меня, получается, муж, у нас отношения с бывшим мужем, да. Это, я вот считаю, что одним из самых важных достижений в моей жизни, вот опять сегодня по разговору замечательный, это умение сохранить хорошие родительские отношения, несмотря вообще на что. И самое худшее, что может сделать, это надо послушать свою маму, послушать подруг, что они скажут, что они все соберут и скажут, что он должен. Мужик же все время должен, он же вот сделал, что все сделал не так. У тебя только детей, что ты делал, а все остальное сделал не так. Отношение к мужчине в данном случае только ухудшает отношение, самочувствие детей, особенно у мальчика, который это все видит. Он видит это, впитывает на духовном, на духовном уровне. Это же почитание родителей, да, он не может его соблюсти, у него не получать, у него дебет с кредитами сходится, у мамы говорит про папу то, допустим, там бабушка, да, да, а эти говорят то, и в его системе, вот это уже мученик, это ребенок мученик, потому что он не, как ему вообще, с точки зрения психологии, вообще выбрать хоть какой-то путь. И он тогда выбирает, ну я буду крушить все, я буду уничтожать все отношения близкие, свои отношения, в своей семье, и уничтожая их, я буду как-то выживать. Но это мне поможет внутреннюю мою боль как-то выразить. И это большой труд ваш, я не знаю, там, если вы не подписаны на меня, подписываться, слушать, изучать психологию, вот, я много об этом говорю, и это ваш личный путь, ваш такой хороший личный путь, что произошло, почему мы сочетались с этим человеком, почему вы с ним разошлись, и как вам теперь его любить в хрустянском смысле, не уничтожая его как человека, и при этом вот сердечно, не уничтожая половину своего ребенка, потому что это ровненько генотик, половина, вот я когда смотрела на игрушку, сережку, да, я понимала себе, если я сейчас что-то не так про Сашу подумаю, вот можно сказать, вот у меня там два человека, да, этих там, вот одного просто на вылет, все, и вся психология только показывает, что это, ну, на вылет. переживание, проживание, развода, и сейчас это очень важный вопрос, это необходимо услышать меня, вы не слушаете вообще, если кто говорит, ну, не лое, плохое, дурное, вот дурное вам тут вообще не нужно, про друг друга, как я говорю, в браке, если же не очень, да, еще и после брака не очень, то сколько можно, вот этого не очень, может уже все, вот давайте поставим крест на вот этом не очень, и подумаем, ой, как сделать это, чтобы это было, ну, хоть как-то по-человечески, а если это по-христиански еще сделать, это вообще замечательно будет, то есть вот, это вопрос формирования вашей взрослой, вашей зрелости, это я вам, ну, с одной стороны сопереживаю, сочувствую, да, а с другой стороны понимать, что вы себя другой сделаете, вы еще другая, вы, смотрите, это будет невероятно огромное путешествие в вашу новую жизнь, ваш ребенок сейчас вас заставляет у тебя эту жизнь, потому что дальше будет хуже, то есть вот это вот его поведение, это знаете что, не игнорируй, пожалуйста, маму, не игнорируй, пожалуйста, бабушка, не игнорируйте, пожалуйста, никто, сделать, вы видите, что происходит, если что, я не могу, ребенок, он все-таки ведомый, и мы очень часто забываем, нам кажется, ну, ой, он такой, он это самое, тысячу детей через меня прошли, разных, я там, и кружки, и инвалиды, и у меня был огромный поток, вот просто с детьми, которые, ну, не вменяемы, ну, почему-то они становились вменяемы, когда к ним, когда им показывают, что есть ровная дорога любви, всякому ребенку необходимо понимать этот путь любви и близости, он очень хорошо на него отзывается, но это не путь сколоченный, вот такие поли, в которых есть правила, ни шагу на назад, ни шагу вперед, ну, там, вот так вот, вот иди ровно по этому заданной траектории, и все, тут немножко сложнее, мы сами собой управиться не можем, а чтобы управлять нашими детьми, даже правильно говорить, организовывать наших детей, потому что даже тут вопрос не управления, а как мы организуем наших детей, понимаете, вот это очень, не контролировать наших детей, не, не знаю, не долбать их, не учить их, организовывать атмосферу общества, то, как они будут тут происходить, и очень много зависит от наших качеств, поэтому я вас, мамочка, и поздравляю, и сочувствую одновременно, то, что есть, вот, я в своем блоге очень много об этом пишу, и я вас просто, окомнитесь в этот мир, раз навсегда, и ваши следующие отношения, другие, все будет чище, с мамой отношения, поэтому, дерзайте, хорошо, как вы себя чувствуете, не ранило ли я вас так прямо больно, нормально, почувствую, если у кого-то тяжелые чувства, то вы обязательно ко мне потом подойдите, скажите, вы не было воли, спасибо. Спасибо вам, Ну, я думаю, что ответ на этот вопрос будет вся эта беседа, уже началась какая-то часть, да, я говорила про первый пункт, сомневаться в себе, искать ответы, формировать свою веру, с батюшкой все время на кому быть, ну, то есть, вот, на связи быть со знаниями, не быть уверены 100%, что я делаю сейчас правильно, это как вот система воспитания, помните, может быть, кто-то застал, там, спок был, потом были эти, Никитины были очень популярны, потом это, и все, кто какую-нибудь систему воспитания, все это в нее верил, потом, ну, разочаровывался и говорил, нет, что-то у Никитиных работало, у меня как-то, но бороться плохо, вот, и тут важно понимать, что тут идеальной никакой системы не будет, я ее не найду, но если вы будете заниматься собой, в плане своем христианстве, будете честными, будете осознанно христианкой, что касается воспитания детей, я вам хочу сказать честно, не получится какого-то формального, из разряда, а давай у вас только кулич по свете, давай тридцечки поставим, две туда, две сюда, и, сынок, ты так веришь в Бога, ни в жизни дети не пойдут за таким, ни в жизни не пойдут, я вас в этом плане поздравляю, что у вас есть дети, у вас есть шанс глубоко верить в Бога, потому что именно через это они и придут, это, там, миллион оттенков, миллион оттенков, нюансов верен, но точно не связано с какой-то вот процессуальностью, типа, так, 8-3, достаем храм, так, сталь, хвоточка делал ровненько, так, юбочку пониже, там, все, это вообще не сработает, все, вот это формально с детьми нашими не сработает, наши дети, наше поколение, эти новые дети, они такие, о-о-о, у них сама специфика такая, что они слушаться уже не будут, и не поведутся, и не за мудрешим, там, голову придется о-о-о в России, ну, это потрясающе, и мы через них, через запросы, которые мы проникли, мы хотим, что, чтобы они были счастливы, хорошо себя вели, хорошие семьи создали, да, были счастливыми, но через это мы можем так меняться, потому что у нас тоже так много тараканов, и дети, это такой, такой стимул, работают над собой, ручки дрожат, и пошел, не знаю, истинно, по шмяку, Богу, Господи, ничего не могу, не управляемый, да, это искренняя молитва, и, вот, понимаете, это вот все связанное с этим, это вот, ваше вот осознанное христианство неформальное, оно будет заменчено вашими детьми, искренне будет, вот, что вам интересно? Мне интересно, как вести детям, это, на самом деле, у нас крестная школа, у нас классы, там, где вообще образовательные школы, потому что детки, в разговорах с детьми на крестной школе, люди говорят, вот, одни любят так, классы, другие так. А возраст какой? А, 10-14. А, еще нет, фото. Там еще мой любимый, вот, начиная от проблемного возраста, это мой самый любимый, потому что вот маленькие дети, ты сказала, я бы сказала, вот, не знаю, лепка, сыпать муку, с лепками еще как-то, ты знаешь, не знаю. А вот это ладья, это ладья, это дети уже начинают. Это ладья надо делать, ладью делать. Вот мы с отцом Дмитрием, у меня даже есть видео, как он играет в ладью, с удовольствием, кораблекрушение на острове, помнишь? В Салтановщине тренинг был ладья, и мы выбирали, кого на остров, кого взять, кого не взять. А, все, да. Такое есть очень увлекательное, когда батюшки обучала, ладья, она ответ на эти вопросы, это христианский тренинг, который проводил их в детском доме, и много где, и в школе, и вот. Ладья, нужна ладья, и там все упражнения, задания. Скинул тебе ладью. Хорошо, да. То есть, там вот ответы на вопросы. Там прямо упражнения, вот, я могу всем вам скинуть. Да, у нас нужно реагировать с другими сверстниками, которые... Нет, там игры, которые приводят к христианским ценностям. Такие игры. Да, но я имею в виду, как вести ребенка, который в воскресной школе, с детьми общеобразовательной школы. Понимаете? То есть, он идет в школу. Как бы быть своей рыбкой среди... Да. Так что Христу, по-моему, сказал, что если будете, нет мира, и все, там что-то, будете, нет. То есть, нам не получится и на два трона сесть, и в христианстве, и так. Дети задают частый вопрос. Вы сейчас, особенно эти дети, и раньше леди тот выпуск у меня, он только не сдавал вопросов. Эти дети приходят на каждый рог почти. Ну, хоть один-два вопроса, например, приходят. Вы представляете, я им говорю, никто в кровь в Бога не верит. А я им говорила, говорила, никто не верит. Ну, я им ударила. Ну, молодец. Ну. Второй раз приходит, все, икнозы, если слеза, не то, что слеза. Косомофиц. Говорят, лесу, и косомофиц. Ивина милосердия об этом доме. А он говорит, так он меня в этот угол загнал, говорит, и бьет меня. А что мне делать? Вот понимаете? То есть, у них идут вопросы. То есть, они хотят, они хотят... Ну, придут на профессиональные курсы идти, чтобы мы разговаривали в школе. И там, тем более, раз у нас разные, 10-14, это большая детьвола, там в одних отношениях, других взглядах. То есть, им трудно. Хорошо. Им трудно быть. Ну, это про банальные границы понимания, что христианин, он, простите, но тоже имеет свои границы. Границы – это нечто, куда я не хочу пускать другого человека. Как вам объяснить, как себя... Вот смотри, вот смотри, это не объяснишь, это надо выработать наоборот. Вот в ладье это все вырабатывается. А, ну все, тогда закручивается. В ладью создали этот тренинг, это упражнение, если у вас есть семьи, дети, если у вас есть возможность где-то там... Ладья – это такие упражнения, такие игры, которые приводят к тому, что психологически человек повышает. Во-первых, во-вторых, в основе их лежит ценностность, то есть, он начинает начинать, я сама прошла там... О, я первый раз мешала на ладью, до меня дошло, что такое закон божий, почему его надо выполнять? Все, все. До этого я понять не могла, вообще никак не могла. До меня вдруг... Вот это как функция вот такая, да, вот типа, вот надо быть хорошим, тут надо этим помогать, право жопу подставить. Ничего не понимаю, оно тут где-то хочет, и я вот время у меня своя жизнь, там, что-то это там... А оно тут вот все тоже мерчится, ну где-то так. Вот ладья, оно вот эти все знания сюда, и ты начинаешь понимать, что то, что я сейчас... Вот в моей психологии, в которой я по крошечке собираю курсы там мои, они связаны с тем, что конкретно как мне жить, как мне с этим мужем алкоголем жить, как мне с этой мамой, которая, ну там, простите, мне не хочет, мне там 40 лет, она не хочет меня отпускать, как мне с этим быть, да, и как мне эти границы свои, как мне это христианство свое нести, если я маме должен, детям должен, там, Богу должен, короче, а себе вообще ничего не остается. Так не получится, если мы будем пусты, нам не получится, ничего будет раздавать. Поэтому вот это вот ладья, ладья для взрослых я веду, а для детей сейчас не веду, вот, но есть возможность у вас вести. И вам очень понравится, вам понравится. Там я жила, там написали богословы, наркологи, психологи, подписали под грифом русская, русская прославная церковь, питерская, при Вадыке Петелиме, это социальный отдел, и сдали вот эту вот, варчики играли, было замечательно. Вот я вам спину видео, посмотрите, у меня за... Они там, почему это, ты, 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 и там нравственность, сразу видна, понимаете, сразу видна, то, какие ценности имеют, то, что, чего. И это вот, возможно, важно нам, на весах, передайте так вот, сито, сито, и посмотрите, что останется, потому что много и камней, и мусора может быть в нашей голове, и это неплохо. Потому что вера, это и путь, это не то, что вот у нас вот есть как вот, какой-то хороший какой-то предмет, который мы можем почистить, он у нас только будет чистенький. Это вот постоянный поиск, это постоянно ты вот, 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 поиск, где Бог, где Бог, как нибудь понять сейчас, где его увидеть в себе, или увидеть в другом, да, или вот этот негодяй, там, как это его принимать, он же негодяй, я уже, там, ну, хау, ничего не делал, как мне его любить, как мне его понимать, он там не все безбоженки. Поэтому наша, моя дочка тоже, она говорила какие-то такие фразы из разряда, мам, слушай, она вот верующим, она так себя ведет, вот, вот, странно, вот, они уже рассуждают на эту тему, что, допустим, она себя позиционирует как верующий, но при этом себя ведет не как христианка, да, и, да, наши дети, чем раньше начинают рассуждать, тем больше для нас нагрузка в плане нашей организованности, ну, осознанности нашей, поэтому опять заниматься с собой. Так. Простите, можно что-то? Да. В соцсети, ну, то есть, я бы, в основном, православной школе, все время там, там, крестный, сфера такая, все время это, пока он не ушел в институт, да, пока он не ушел из дома, да, в соцсети дают сильный отлично за счет того, то есть, такое понимание, я верю в Бога, но тот, кто сейчас на служении, вот, знаете, на земле, то есть, то есть, соцсети дают такой негатив, молодежь неокрепче, молодежь, когда бы, отца выпускалась, готовноокрепче был, а там, крепился, надо 4-5, помогали, монархи. Это то же самое вопрос, как вот, как вернуть, да, типа, веру, и вернуть его, в институт церкви. Хорошо, поговорим. Тут уже, да, есть в окну, даже, Паша, не сомни, насчет того, чтобы перейти, особенно сейчас с этими событиями, перейти, как католику. Конечно, нам удержать, потому что там же все правильно. И тут, сразу четкий показатель нашей крепости веры, и, еще даже не мучили, но уже вот туда бежим. Замечательный вопрос, у меня на него есть предположительно размышления, которые, в том числе, с латыкой много обсуждали, очень много обсуждали, с нашим, с бывшим вашим, вот, и с отцами, и миссионерами, с многими обсуждали, есть какое-то, какое-то источнение. Я сейчас скажу. Спасибо. У меня это мои дети, 26 лет доченьки, 15 лет, и 8 лет сыновьям. Сыновья входят в храм, ну, стараемся вместе, а вот дочку не успела, я принять, такое воспитание, христианское, совершенно немного у меня же подхода. Она живет, с вами проживает? она не живет, она замужем, у нее уже есть ребенок, я уже бабушка. Она далеко живет, в этом городе? в нашем городе. Вы нянчите, это там, вон есть. Да. Да, да, я живу. Какие у вас общие вознаменатели, вот, вы там, не знаю, там, раз в воскресенье берете диеты? Нет, я не приезжаю, я помогаю, я этим разговариваю. Пять раз в неделю приезжаете? Нет. Не получается. Два раза в месяц? Нет. Два раза в неделю. Хорошо. Я просто пытаюсь понять, какой у вас точка контакта, потому что, если хотите что-то привить, то можно понимать, какое у вас... У нас отношение хорошим, как только мы начинаем говорить что ее раздражает, она говорит? У нее показатели немного вокруг, потому что кто-то тоже крещеный, ну и что, ну, 10 похрестил, ну и что это да было. Все, все. И на этом все шло. Не выгоды, не видит выгоды у христианства там. Надо как-то ей в маркетингово, сразу это, распиарить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!